и сейчас с нами некий дебют в какой-то мере мы ранее сын и работали на прошлой неделе в другом мероприятие но вместе с нами здесь она впервые здравствуйте коллеги я очень рада здесь присутствовать сегодня я меня зовут антипова инна я экс-директор по маркетингу сети кенигс бейкер я сегодня представляю калининград калининградскую область и вообще кто был в калининграде и представляет что это за рынок чтобы понимать достаточно мало людей на самом деле но я вам хочу сказать что несмотря на то что город небольшой полумиллионник всего и регион в целом это миллионы жителей но рынок очень интересный и вот вам я думаю как профессионалам серия ритейла и хорики будет очень интересно взглянуть потому что рынок конкурентный такой мультикультурный регион и даже было такое исследование что на душу населения в калининградской области приходится общепита больше чем в крупных городах типа питера и москвы но нужно проверять это исследование потому что я думаю что возможно изменились уже данные вот это чтобы понимали много о регионе буду рассказывать о том как мы в течение года как раз самого сложного года 2021 продвигали и достигли классных результатов успехов продвижение одной из наших групп тоже нашего собственного производства но прежде всего хочу сказать почему актуальна именно сейчас эта тема именно продвижение продукта собственного производства через шефа потому что конечно в текущих реалиях несмотря на все возможные репутационные риски которые мы в целом имеем да несмотря на там внешние какие-то факторы типа вот текущая геополитическая ситуация или пандемия которая слава богу заканчивается но тем не менее отголоски до сих пор чувствуем конечно же на текущий момент помимо всех основных репутационных рисков существует вот этот риск с продуктом в общем то с тем основным продуктом который нам приносит прибыль да и причины потери доверия перед гостями в такой ситуации они очень велики в частности из-за нестабильной из-за нестабильных поставок из-за нестабильного качества сырья из-за нестабильной ценовой политики особенно в таком регионе как калининград мы очень это чувствуем потому что во первых цены очень большие наценки дилеров на поставку и так далее так далее но я думаю что вы понимаете что такое анклав что такое калининградской области как туда поступают все необходимое все необходимое сырье ну и соответственно это конечно же эмоциональная сторона это негативное настроение среди персонала среди гостей в том числе потому что мы сталкивались такими ситуациями когда вы просто из продажи выбывали топы топовые позиции которые на приносили большую долю финансовую большую долю в товарообороте и это необходимо было как-то заменять искать аналоги ну и как я сказала вот про ограничение разного характера типа логистики сырья упаковки я думаю что каждый здесь уже столкнулся с этим вопросом и что-то необходимо было делать но в общем то сейчас геополитическая ситуация она сравни примерно ситуации которая была в пандемию и все эти проблемы были тогда и сейчас имеют место и на момент когда мы начинали работу над той группой которая у нас падала в частности давайте я вам расскажу о том какие бренды в на вообще у нас целая фабрика кухни и несколько брендов у которых свои точки до точки продаж частности это кафе кондитерские это 8 кофеен пекарен 41 пекарня это кинекс бейкер 5 кофеен порта кофе 2 роста 3 которые обжаривают кофе для всех остальных и ресторан и в частности фабрика кухни который у нас работает на b2b сегмент в том числе поставки и выпечки в спар викторию пятерочки и прочие прочие более мелкие сети ритейла будем говорить сегодня больше всего про бренд кинекс бейкер это 40 пекарен это больше полумиллиона гостей в месяц и соответственно вот основная работа фабрика кухни фабрики кухни направлена именно на этот бренд там реализация выпечки тоннами естественно то есть это фактически пример вот сети ритейл точно также как свое собственное производство спар виктории пятерочки так далее чтобы вы понимали и соответственно мы выявили некую проблему начала 2021 года и даже замерили индекс лояльности гостей по данному направлению если допустим у нас с выпечкой все отлично то есть мы продаем как я сказала там сотнями тысяч тоннами есть позиции которые продаются по 50 тысяч в месяц и в чек если измерять по чекам да на 10 чеков мы продаем 13 булочек например это очень высокий показатель это эталон это фактически идеал для пекарни но есть группа которая составляет большую долю в структуре но приносит нам мало денег и вот на 2021 год мы настолько на начало 21 года мы настолько потеряли вот эту репутацию вот этот репутационный риск про который говорил в начале мы его начали терять на самом деле задолго даже до пандемии мы просто закрыли глаза на качество оборудования мы закрыли глаза на тех людей которые занимались данным направлением мы все-таки сделали акцент на масштабирование сеть росла потребление росло мы брали посредственное сырье работали на посредственных машинах и со временем у нас не было человека так скажем технолога правильного который бы занимался этим направлением и вот плоды мы получили в начале 2021 года если вы видите вот нпс мы замерили дан 50 процентов опрошенных готова 57 процентов опрошенных готовы покупать выпечку 39 пирожные торты а кофе на самом последнем месте почти это очень низкий показатель нпс он идеал в сфере пекарен порядка 47 процентов у нас 19 то есть это очень низкий рейтинг группы далее мы конечно же погрузились в аналитику почему-то не могу а вот погрузились в аналитику вот как я сказала по частоте если выпечку покупали у нас 11 13 из 10 то кофе всего 3 из 10 и мы понимали что выпечки наша задача основная держать экспертность то есть держать вот эту вот эту планку и не падать экспертность за счет новых позиций новых эскаю за счет разных командировок мы очень много ездим по ездили по европе и по изучали бенчмаркинга компании да как конкурентные привозили разные новые виды выпечки все это продавали в общем выпечку мы держали на уровне экспертной а с кофе у нас была огромная проблема хотя кофе 2 по объему продаж и мы понимали что за счет кофе во первых можем увеличить объемы во вторых опять же подтянуть так скажем собрать этот пул лояльных гостей которые будут покупать и выпечку и остальные группы которые нам приносят деньги то есть кофе мы видели как основная основную проблемную зону и вот в нпс мы себе поставили дотянуть кофе до 40 процентов в репутации из экономических целей мы поставили себе прирост 23 процента по количеству проданных напитков таким образом мы поняли что это количество чеков с напитками нам даст определенный рост и вот через чистоту покупок через энписи через количество чеков мы понимали что выведем группу на высокий показатель в структуре безусловно хочу сказать вот мои коллеги уже говорили про то что необходим структурированный подход и системный до подход и в подборе персонала и в налаживании рабочего места и в подходе вот с технологиями до в работе с технологиями безусловно маркетинге тоже очень важный системный подход и в целом маркетинг в принципе невозможен если у нас нет аналитики если у нас нет такого изучения да там общественного мнения и все это потом ложится в стратегию естественно например вот одна из выдержек стратегии это безусловно часть стратегии стратегии стратегический документ он обширный мы например раскладывали все группы по через 5 пи и ставили себе цель по каждой группе наращивать товарооборот наращивать процент в структуре товарооборота и через какие конкретные инструменты мы это будем делать и вот вы здесь видите как раз что по кофе самый по бару по кофе самый большой самая большая постановка цели все что сейчас перечислила и один из инструментов помимо того что там позиционирование введение в лучше в лучшей продаже да через введение скаю и так далее так далее все это стандартные меры но мы поняли что здесь невозможно будет обойтись без персонализации данного направления потому что репутация по кофе в сети была настолько испорчена что люди приходили к нам и говорили ребят у вас классная выпечка мы будем ее кушать она самая крутая там мы проводили аналит мониторинг по москве по питеру действительно выпечка на уровне то есть я бы даже сказал что лучше на тот момент чем москве в питере вот они приходили за выпечкой но кофе уходили просто брать конкурентом соседние там заведения конечно же это нас расстраивало мы теряли в деньгах мы понимали что за счет этой группы у нас есть возможность развиваться и расти то есть так скажем потенциал да емкость рынка большая ну и соответственно и стратегии это все перетекло в и мы решили внедрить в работу шефа который как раз будет персоной представляющий кофейную кофейную сторону нашего бренда и мы начали вводить его во все сферы жизни то есть это и работа с оборудованием это и работа с технологией это работа с сырьем это коллаборации между шефами по выпечке и по кондитерке это кстати очень важный момент который тоже сыграл нам на пользу что интересно постепенно получилось так что мы смогли потянуть и чар направления я чуть позже об этом расскажу мы сейчас по каждому пункту отдельно остановимся я немножко подробно покажу и расскажу как это было вот например работа шефа с оборудованием во первых мы заложили себе инвестиционный план и заменили в течение года машины на всех абсолютно объектах из каждой постановки новой машины мы на объект объектов 40 было тот момент сейчас уже вот до конца года в стратегии заложено уже открыть до 45 в общем из каждой постановки новой ручной машины мы делали целый праздник с шарами о том что вот приходите угощаем новые напитки шеф люди приходили и реально искали где на текущий момент будет работать шеф искали пекарню где он будет разговаривали с ними спрашивали какие-то нюансы то есть шеф для них стал лицом который которая гарантирует качество напитка которую они купили сырьем и качеством продукта соответственно как я уже говорила мы будем говорить про кунигсбейкер и порта мануфактура это растерей которые на все наши сети обжаривают кофе и здесь мы использовали силу бренда обоих и кунигсбейкер и порта мануфактуры и силу бренда группы выпечка как я сказала группа в лидерах и мы эту силу тоже использовали для того чтобы подтянуть отстающую группу и шеф у нас стал ходить на растерию стал заниматься обжаркой зерна стал подбирать это зерно кстати все что вы видите вот эти все фото вот все что я рассказываю мы все это транслировали гостям через разные каналы оффлайн онлайн том числе и социальные сети и собирали просто огромные охваты есть покажу несколько примеров каким способом лучше всего это получалось вот и шефа стали видеть и на обжарочной станции они люди стали туда приходить стали узнавать когда он там будет чтобы поговорить о зерне чтобы поговорить о том откуда мы везем зерно о профиле обжарки поговорить да в том числе кстати вот сейчас буду рассказывать поподробнее про коллаборации шефа в том числе по выпечке и по кофе мы начали с шефами искать чем похожи процессы выпечки там из теста до чего-то и процесса обжарки зерна что оказывается там единая реакция проходит реакция майера мы про это стали тоже рассказывать и вы знаете на удивление это стало очень и очень интересно нашим гостям дальше расскажу про ивенты которые мы собирали вот кстати с продуктом и трендами безусловно опять же это все стратегически системно заложено да в программе продвижения что не может эта группа выбиваться из основного продукта то есть на праздничные на сезонные предложения мы с шефом разрабатывали специальные напитки которые будут дополнять причем дополнять основной да продукт это выпечку и кондитерку но что интересно получилось так ситуация развернулась что трафик мейкерами стали именно новые кофейные напитки потому что мы угадали с трендом угадались вкусом угадали с тем что ну с той болью да которую сейчас хоть их хоть хочет закрыть гость приходя к нам ну и соответственно лицо шефа стало появляться абсолютно везде рядом с каждым продуктом рядом с каждым событием которое происходило в сети это тоже вот одни из трендов которые мы продвигали холодные напитки холодные чаи камбучи в общем мы очень много кстати вот мои коллеги сейчас мы говорили сейчас вы рассказывали про нематериальную мотивацию одна из одной из таких направлений было и у нас с шефом то есть во первых это постоянное взаимное вдохновение постоянные такие мозговые штурмы которые мы собирали в том числе в неформальной обстановке в том числе в каких-то игровых ситуациях вот говорили про мафию мы играли очень много в спортивные игры и таким образом вот у нас получалось настраивать мозговую активность правильно очень много мы ездим ездили в командировки как я уже сказала и по европе и по близлежащим городам и даже просто по городам которые сейчас осуществляют до догоняющие развития не только питер и москва например там ростов-на-дону екатеринбург то есть те города которые могут сейчас транслировать какие-то только-только зараждающиеся тренды но кстати вот калининград в этом плане очень прогрессивный город потому что там порой начинают заражаться такие тренды которые еще не известны в москве и в питере ну во первых это там сказывается и с близостью к морю с близостью к европе и вот безусловно мы тоже в этом плане двигатели прогресса вот про коллаборации шефов между собой то есть мы стали их объединять мы стали делать так чтобы шефы ходили на друг другу на производство в цеха выпечки в обжарочные цеха вот как я говорила начали искать сходство между процессами которые протекают при выпечке там булочек и при обжарке зерна начали обмениваться мнениями начали искать объяснять причины восприятия гостями того или иного вкуса в сочетании до продуктов это все пока про коллаборацию это стали транслировать соответственно в социальных сетях и гости стали активно спрашивать гостям стало интересно не только профессиональная деятельность шефов но и то какая у них вообще карьерная лестница да чем они занимаются там свободное время можно ли с ними где-то пересечься увидеться но безусловно в рамках этики но тем не менее у гостей интерес расширился вот большая большой блок работы это работа с ивентами мы начали проводить не просто дегустации не просто там сэмплинги не просто какие-то такие сборы гостей где можно что-то попробовать и поговорить мы начали работать со вкусами очень часто у нас звучал такой вопрос от гостей почему мой кофе горький это было постоянно особенно когда мы совсем испортили свою репутацию качеством сырья и мы стали отвечать на эти вопросы прямо на мероприятиях мы стали приглашать гостей и рассказывать им о том как вообще работают вкусовые рецепторы одна из трендовых тем да сейчас как работают те же самые вкусовые сосочки как они где они расположены почему мы воспринимаем вкус горьким соленым или сладким как вообще погрузиться вот в эту тему опять же трендовую сейчас тему вообще сенсорных тренировок в чем схожесть дегустации вина и кофе и так далее так далее безумный интерес безумный интерес гостей к этим мероприятиям они приходили в любое время выходные в будни общались шефом ну соответственно шеф для них был такой точкой протяжения в том числе и продукт безусловно далее мы стали проводить мастер-классы по завариванию собственного кофе то есть мы стали под собственным бренда под собственной маркой вот вот там в углу видно наши фирменные пачки наши фирменные кружки вот этот весь мерч и продукт собственно производства мы стали рассказывать как его заваривать как его делать дома вкусным ну то есть не только просто приходите купить у нас кофе но и возьмите кофе приготовьте его сами если вам хочется и мы начали рассказывать как это сделать просто недорого какими способами и следующими были мероприятия когда мы начали пробовать разную выпечку с определенными видами кофе то есть таким образом за счет силы разных категорий продвигать не только кофейную группу но и все остальные да это вот я рассказывала про то что с каждым открыт с каждой постановкой кофемашины мы делали целый праздник и дегустации шары вот все что могло создать такую эмоциональную атмосферу это что касается вот использование силы бренда по выпечке и коллаборации с растерей портом но фактура то есть здесь и мерч фирменный и вот сочетание продуктов хлеба кофе да то есть кстати мы даже искали сочетание интересное между хлебом и кофе и и таким образом продвигали еще и хлебную группу вот про усиление шефом и чар бренда это тот эффект который мы в общем то не ставили себе основным в стратегию там вот в 5 пи где мы расписывали да не ставили себе основным вообще в цели но он получился потому что шеф для ребят он стал тоже такой точкой притяжения они чем больше мы рассказывали в социальных сетях и вообще в на там разных обучениях о том чем занимается шеф откуда он пришел в индустрию хорики как он сколько он занимается кофе тем больше ребят притягивалось именно к нему в работу причем стали приезжать ребята из других городов они следили так как туристов приезжает в регион много они следят далее за нашими соцсетями они стали много читать следить за тем что у нас классный крутой шеф такой титулованный и он постоянно на точках он не просто где-то там неприкасаемый он постоянно в локациях он постоянно работает с продуктом он постоянно учит ребят мы ну шеф устраивала пикники даже для ребят мониторинги мы выбирали просто кофей не ходили по городу пробовали разный кофе сравнивали в чем наши минусы в чем плюсы то есть такая всесторонняя проработка продукта да и работа с людьми и начали люди приезжать из других городов чтобы только поработать у нас чтобы только попробовать вот прикоснуться к этому шефу да и чтобы он научил их правильно варить кофе работать со вкусами они стали ходить на те же мероприятия что ходят наши гости то есть вот такой эффект которого мы не ожидали но он получился прям дополнительным крутым и вот еще про несколько про несколько пунктов например такой пункт как внедрение шефа в обратную связь очень важный момент да вот один из репутационных рисков это когда мы перестаем реагировать правильно на обратную связь здесь мы не просто во-первых мы внедрили амбассадоров бренда у нас стали появляться люди которые условно на какие-то на какой-то хейт на какие-то вещи которые специально да пытались сделать триггером наши гости негативно настроенные они реагировали позитивно они прикрывали позитивными отзывами и шеф подключался по каждому такому вопросу например вот я рассказывала кстати чтобы правильно рассказать об этом посте вот видите почему мой кофе горький один из способов бороться с репутационными рисками это уклонение от них да уклонение так скажем от черного пиара так называемого здесь мы наоборот мы пошли на риск и стали вот все те вопросы которые триггерили наших гостей почему мой кофе горький почему там мой капучино холодный и так далее так далее мы стали эти вопросы прям транслировать в социальных сетях и вы не поверите да мы вызывали огромную кучу негатива но после с такими охватами собирали в три раза больше охватов после такой темы собрали в три раза больше охватов чем обычные посты например и и безусловно дальше мы подтягивали те темы которые нам необходимо было продвинуть и таким образом мы всю эту кофейную группу поднимали еще выше чем раньше через негатив через вот этот риск через подключение шефа в обратную связь оказался очень эффективный инструмент параллельно мы устанавливали доверительные отношения конечно же между гостями и шефом во-первых каждый им имел возможность пообщаться с шефом через его личный профиль через наш профиль через комментарии у него есть профиль профессиональный который гости также могут видеть знакомиться с его личной частной жизнью опять же в рамках этических конечно же они все прекрасно знают что он ездит по городам он путешествует он набирается опыта в общем шеф для них стал профессиональным примером ну и конечно же вот мотивация я уже упомянула они идут они в том числе не материальная мотивация когда мы шефа отправляем и в командировки и на разное обучение и покупаем разное сырье даже пусть дорогое да но для того чтобы он мог отрабатывать и вдохновляться это очень важный фактор вот ну и скажу о том что результатов конечно же мы добились эта стратегия уложилась ровно в год и все что мы в стратегии себе поставили цели во первых нарастить до в структуре товарооборот в относительных показателях до двадцати одного с половиной процента мы это сделали даже превысили на 0 3 процента мы добились того что у нас во всех пекарнях общая оценка по сети стала 5 кружек из 10 а в некоторых пекарнях даже 10 из 10 потому что локация правильная да и в нпс мы замерили нпс в конце прошлого года и мы достигли 39 процентов не 40 но 39 это все-таки тоже результаты я считаю вот такой кейс надеюсь кому-то он поможет в работе спасибо большое отличный кейс . . . Субтитры сделал DimaTorzok